Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, смотрите, это довольно примечательный букридер. Примечательный он тем, что на самом деле эти люди, собственно, и когда-то сделали дизайн букридера, ну, который продает Bars of Nobles. Замечательный он тем, что у этого букридера, ну, здесь он запечатан, правда, в такую специальную пластмассовую штуку, чтобы его не утащили. Я бы с удовольствием его утащил. У него два экрана. Один сверху обычный для букридеров, электронных чернилах. А снизу сенсорный экранчик. Цветной. Датчскрин. Ну, практически такой же, как у смартфонов, айфона, например. И, собственно, управление книжкой осуществляется вот с помощью этого экранчика. Здесь есть встроенный интернет, есть встроенные читалки и приложения от некоторых магазинов электронных книг, ну, например, от Фитреса. А та и мобилка тут тоже есть. Стоит, правда, эта радость, будет стоить порядка 13 тысяч рублей, но, я думаю, что найдут любители качества, которые купят такую прикольную штуку. Спасибо. Можно попробовать? Так, вот смотрите, какая замечательная новая книжка. Вроде бы все. Тот же электронный экран, но это пластик. Самая большая беда обычных бухридеров, это стеклянный экранчик. Он ломается буквально даже от легкого давления пальцев. Это новый пластиковый экран, который производит китайская, тайваньская компания Cypix. Вот один из первых образцов. Он довольно симпатичный и довольно добрый. Поддерживает тачку. Ну, в принципе, того стоит. Спасибо. Спасибо. Это один из первых продуктов. А вот это вот главное событие международной московской снежной ярмарки. Это бухридер IT-Zalco, который очень похож на то, что это бухридер. Главное в отечество стоит в том, что он стоит 6 тысяч рублей. Это принципиальный момент. Цена на бухридеры. Чем дешевле будут бухридеры, чем дешевле будут устройства для чтения электронных книг, тем с большей радостью, больше понимания будут покупатели, читатели. И тем больше электронных книгоизданий будет распространяться в России и по всему миру. Поэтому даешь бухридеры дешевые и разные. Спасибо.